Уже пять месяцев без горячей воды живут люди в Заволжском районе на улице Георгия Димитрова. Почему на них никто не обращает внимания? О причинах затягивания сроков узнала наш корреспондент Ирина Синягина. 25 апреля жильцы пяти домов Заволжья в последний раз мылись в горячей воде. Именно в этот день ее отключили и по сей день не дали. Уже пять месяцев как благами цивилизации не могут воспользоваться жильцы 56, 58, 60, 62 и 64 домов. Они используют все возможные способы, чтобы нагреть воду и по-человечески помыться. Это вообще ужас. В своем городе, не знаю где, в какой-то тундре захудал. А началось все и того раньше. Зимой произошел прорыв трубы, рассказывает Людмила Алексеевна, которая проживает в 56 доме. В прошлый год всю зиму стец непосредственно текла по полю. Кипяток шпарил прям в воду. Мы мерили 40 градусов. Дальше чего она дотекла, у нас трубы все прорвало. И когда отключили отопление, отключили все, отключили горячую воду. Это было 25 апреля. Теплотрасса это МРСК. Они денег нет, они якобы с источников такие, что запросили деньги в Москве. Москва вроде бы как отказала. Но суд заставил их, обязал. По словам жильцов этих пяти домов, в середине августа состоялся суд. Постановление восстановить горячее водоснабжение в жилых домах немедленно. Прошел уже месяц, а воссыны не там. Место разрыва еще открыто. Конечно, старые трубы уже и заменили, на новые их покрасили. А сейчас происходит бетонирование опор. Но об окончании всех работ пока говорить, увы, не приходится. Сейчас на месте разрытия работает ремонтная бригада, состоящая из двух человек. Называть сроки окончания работы они затруднились. Опрессовывать теплосеть. А потом? А потом закрывать. А какие-то уже сроки установлены? Нет? В какой день будет все взрываться? Не знаю. Пока еще не известно. Мы отправили запрос в администрацию Твери, чтобы узнать, когда же работы здесь будут завершены полностью. И горячая вода все-таки вновь будет идти из крана жильцов этих пяти домов.